Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как найти работу в наше непростое время и чем поможет служба занятости? Об этом говорим сегодня, в частности о том, как инвалиды устроятся на работу и какие компенсации предусмотрены для работодателей. В нашей студии директор Центра занятости населения Самары Игорь Рязанов и главный консультант Управления развития кадровых ресурсов Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Людмила Дудукина. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Людмила Владимировна, Игорь Викторович. Добрый день. Скажите, пожалуйста, хочется, чтобы вы охарактеризовали ситуацию, которая сложилась сегодня на рынке занятости, на рынке труда в Самарской области. Людмила Владимировна, у вас, наверное, больше информации по области. Ну, в целом, ситуация на рынке труда Самарской области сегодня стабильная, спокойная. При численности безработных граждан около 18,5 тысяч у нас количество вакансий превышает более чем в два раза, составляет порядка 38,5 тысяч вакансий. Вакансии самые разные. Это, начиная от вакансий, не требующих квалифицированного труда, и, как бы, верхушка, наверное, айсберга – это высококвалифицированные специалисты. То есть, вот в городе такая же ситуация приблизительно, вакансии в два раза превышают число… В городе больше. Больше даже? Да. В городе 20 тысяч вакансий, а безработных сегодня ставят в центре занятости всего 4 тысячи. Вот тогда остается непонятным, почему при таком количестве вакансий безработные люди не принимают вот эти предложения? Как это можно объяснить? С чем это связано? С какими факторами? Нельзя сказать, что безработные люди не принимают эти вакансии. Мы можем говорить, что, как бы, доля трудоустроенного по направлению органов службы занятости превышает 60%. Но перекос все равно есть, согласитесь. Ну, естественно, это есть, это есть и в некоторой степени структурные несоответствия, даже по уровню профессионального образования. В то время, когда на предприятиях востребованы представители рабочих профессий, а также необходимы работники неквалифицированного труда, мы можем говорить о преобладании людей с высшим образованием среди безработных граждан. А вот человек с высшим образованием, что он может найти, вот если у него в этом банке вакансий нет подходящих, вот что ему делать в таком случае? Какие у него есть возможности все-таки найти работу? Ну, наверное, здесь, конечно, как бы, чтобы не быть очень прямолинейным, но так или иначе, человеку, с одной стороны, нужно продолжать активно искать работу и самостоятельно, через объявления, через друзей, через знакомых. Это всегда одно из направлений, скажем, поиска, не ограничиваясь службой занятости. Ну, и, наверное, задуматься над тем, что ему мешает быть трудоустроенным. С одной стороны, может быть, какие-то, отсутствие каких-то знаний, навыков по, элементарно, по собеседованию с работодателем. Это, как мы их называем, навыки самопрезентации, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, конечно, нужно принять более серьезные решения и получать рабочую профессию. Понятно. Скажите, пожалуйста, Игорь Викторович, какая самая проблемная категория среди безработных, которые к вам обращаются, которые в меньшей степени повышают вот этот процент трудоустроенных с вашей помощью? Ну, на самом деле, вот вы сказали о том, что люди с высшим образованием, да, куда им идти, как найти работу, вы знаете, они быстрее находят работу, чем люди с неполным, допустим, даже средним образованием, только по одной простой причине, что у них вообще уровень, как бы, знаний, квалификации, умений, он в любом случае выше. И если он правильно заполнил, как уже было сказано, резюме, то срок его трудоустройства и через службу занятости, и человек сам ищет, это где-то 4-4,5 месяца. То есть вот если при желании человеку найти работу, больше у нас граждане не находятся в центре занятости. Другое дело, что человек с менее квалифицированной, который закончил 10 классов, у него практический опыт есть, возможно, каких-то применений, и если он еще, так сказать, закончил это недавно, допустим, это граждане где-нибудь там в районе 30 лет, то, безусловно, для таких граждан у нас есть и психологическая поддержка, и умение, так сказать, написать резюме, ему обязательно помогут это сделать, и помогут, значит, найти возможность переобучиться по каким-либо специальностям, повысить как квалификацию, так и его некий профессиональный уровень. Да, вот тут на этом хотелось бы остановиться подробнее. Какие возможности переобучения, переквалификации есть сегодня в центре занятости, предоставляются? И на каком, на каких условиях это можно сделать? Бесплатно ли, в течение какого времени? Ну, мы можем говорить и о центре занятости, это все эти безработные, которые у нас приходят, они в первую очередь принимают, значит, когда заполняют анкету, до них доводятся все те программы, которые необходимы. В том числе и рассказывается, как можно пройти переквалификацию, по каким специальностям. И они, соответственно, так сказать, формируются из них группы и отправляются. Но сегодня, вот еще кроме того, что, так сказать, это есть постоянно, дополнительно в этом году, как раз программы, которые правительство Самарской области, значит, реализует на территории нашего региона, в том числе включает и программа дополнительных мер по переобучению сотрудников. Это мы говорим о том, что если сохранить коллектив... Людина Владимировна, сейчас, может быть, лучше расскажет. Да, вот Людина Владимировна, на кого можно переобучиться и переквалифицироваться, вот конкретно, да, чтобы понять. Мы разделим вот те категории граждан, кто является, ну, получателями наших услуг, да. В первую очередь, это граждане, кто обратился в органы службы занятости. Вот человек призван официальным заработным. Как только он получает официально этот статус, он имеет право на получение государственной услуги по профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию. Сразу говорю, услуга предоставляется бесплатно. В период профессионального обучения человек получает стипендию. И вот здесь очень важно в самом начале этого пути сделать правильный шаг. В первую очередь, и в принципе это является как бы рекомендательной и обязательной мерой, получить услугу по профориентации. То есть гражданин при выборе направления обучения, даже и в целом, когда он обратился в органы службы занятости, первое, да, он хочет найти место работы. Но нужно же понять здесь, что ему мешает найти место работы. Либо необходимо повысить квалификацию, обучение дополнительное, либо, как я уже говорила, может быть, какое-то время он сможет принять там участие во временных работах, может быть, его заинтересуют программы самозанятости, то есть там, где идет поддержка предпринимательской инициативы безработного гражданина. Вот здесь вот этот момент обязательно нужно обратиться к специалисту-профконсультанту. Как правило, особенно вот, например, в центре занятости, городских округов, работают специалисты, имеющие психологическое образование. То есть это тот специалист, человек, который поможет принять правильное решение. Возможно, тестирование гражданина, психологическое, психодиагностическое тестирование по направлению видов деятельности. Очень активно это используется для молодых людей, кто собирается выбрать профессию. Но даже и для, скажем, уже взрослого человека очень часто прийти и поговорить со специалистом. Поговорить о том, что вот как будет дальше, каковы возможности карьерного движения, что ему может помочь в этот момент. Что, например, предполагает одно, проговорив со специалистом, подтвердиться в своем мнении. И уже принимая решение о том, что человек будет обучаться, выбрать то направление обучения, которое будет совпадать. С одной стороны, что эта профессия будет востребована на рынке труда, а с другой стороны, как бы у человека есть предрасположенность к этому. Либо это будет просто повышение уже по имеющейся профессии, либо специальности, но в каком направлении, да, и повышение этой квалификации. И вот с этого момента уже по результатам этого идти и, скажем так, по направлению органов службы занятий проходить обучение. Ну, конечно, психологический момент очень важный, но как бы для нас непривычно, да, что нужно начинать с психологического тестирования, определения и так далее. Потому что вот посмотришь объявление, да, там сварщик 60-80 тысяч, зарплата еще какая-то, и думаешь, вот, вот здесь я могу заработать, мне нужно получить эту специальность и пойти работать. Вот от объявления и от решения, вот что нужно еще, какие возможности есть, и вот как на это все решиться? От объявления до решения нужно еще прекрасно осознать, что там, где сварщик 60-80 тысяч, это сварщик, имеющий опыт работы. Поэтому, когда ты сварщик, ты получил образование, ты получил документ, подтверждающий, что ты сварщик, но ты должен быть морально готов к тому, что начинать ты будешь с меньшей зарплаты. Потому что ты должен приобрести опыт работы. Только после этого ты, как профессионал, будешь стоить дороже, и ты будешь востребован, и ты будешь конкурентоспособен. Вот это так или иначе каждый из нас должен понимать. Согласна. Скажите, пожалуйста, все-таки на курсах переобучения в центре занятости какие специальности рабочие можно получить или переквалифицироваться? Есть такая возможность или нет? Вот если человек ищет, 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 и уже все, решил поменять судьбу и работу. Это важные варианты, потому что как бы и сама услуга, она идет, профессиональное обучение, мы говорим об обучении по рабочим профессиям, и дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации и рабочих, и специалистов. У нас может быть повышение квалификации среднего медицинского персонала с последующей сертификацией. У нас, возможно, я говорю о людях, имеющих высшее образование, мы можем, ну, и среднепрофессиональное. Мы можем говорить о, например, обучении по программам контрактной управляющей, которая на сегодняшний день востребована. Мы можем говорить о направлениях, связанных с менеджментом, с управлением персоналом. Наряду с этим мы будем однозначно говорить о сварщиках, мы будем говорить по рабочим профессиям, обучения, но это могут быть и сантехники, то есть это получение рабочей профессии, либо переподготовка получения, может быть, и смежной профессии, потому что когда ты совмещаешь, и ты владеешь двумя профессиями, ты, опять же, более высококонкурентоспособен. То есть здесь, так или иначе, мы можем говорить о тех профессиях, обучении по тем направлениям, которые востребованы сегодня на рынке труда. Хочу обратиться к телезрителям. Если у вас есть проблемы с трудоустройством, и вопросы к Центру занятости и специалисту Министерства труда, пожалуйста, звоните, у нас еще есть время, задавайте свои вопросы. Может быть, мы закончим тогда с переобучением. А вот теперь возвращаясь к той... С точки зрения тех программ, которые сегодня... Как бы это мы говорили про ту услугу, которую получает безработный гражданин. Но в этом году в рамках программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда у нас реализуется другое мероприятие. У нас был опыт его реализации в период с 2009 по 2011 годы. Было очень оно распространено. Это опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под риском увольнения, и что появляется новое в этом году – граждан, ищущих работу. То есть на сегодняшний день первая категория – это работники, находящиеся под риском увольнения. Работодатели, у кого складываются сложные ситуации на предприятии, у кого есть работники, находящиеся под риском увольнения, могут организовать их опережающее обучение в целях сохранения их занятости и перевода на новые рабочие места, которые востребованы. В первую очередь мы говорим о тех предприятиях, которые имеют точки роста. То есть перспективы развития. Имеют программы повышения производительности труда, реализуют проекты по импортозамещению. То есть то предприятие, которое стоит на ногах и понимает, какие специалисты ему нужны в дальнейшем. Соответственно, этих людей переобучают, переводят на новое место работы. Инициатива должна исходить от работодателя, да? Инициатива исходит от работодателя, да, потому что здесь механизм таков. Мы предоставляем работодателю субсидию на возмещение затрат на организацию опережающего обучения. То есть работодатель обращается в органы службы занятости непосредственно к Игорю Викторовичу. Ну, происходит официальное документальное оформление. Заключение договора. Заключение договора, да. И в соответствии с которым работодатель ежемесячно имеет возможность, обращая особое внимание, потому что работодатели имеют опыт этого мероприятия по прошлым годам. Но в этом году оно отличается. Кроме возмещения затрат на сам процесс обучения, мы имеем возможность возмещать затраты на стипендию в период профессионального обучения. И, в общем-то, размеры этих затрат немалые. Это величина определена на уровне прожиточного минимума, сложившегося в четвертом квартале прошлого года. Это 8666 рублей плюс отчисление в государственные внебюджетные фонды. Это то, что работодатель может возместить из своих затрат. Понятно. Возвращаясь ко второй категории, это граждане, ищущие работу. Здесь мы говорим, что если работодатель испытывает устойчивую потребность в работниках, то, принимая работников как бы по ученическому договору, организуя их профессиональное обучение изначально, он затем получает тех работников по тем направлениям и профессиям, которые у него востребованы на производстве. Вот это как бы особое такое нововведение, которому мы очень рады, если честно, и работодатели идут также по этому пути. То есть с гражданином заключается ученический договор, также ему в период обучения выплачивается стипендия. Это может... на работу могут приниматься, то есть люди, не имеющие профессии, сразу обучая их, мы получаем специалистов, это может быть переподготовка, это может быть также повышение квалификации, в том числе и специалистов. То есть если мы говорим о бухгалтерах, то это может быть владение компьютерными программами, и, соответственно, также повышение квалификации по другим программам. Понятно. Вот сейчас вот я хочу добавить. Кто-то уже обратился или нет? Нет, заканчивается. Смотрите, то есть выходит на рынок очень большое количество человек, которые закончили профтехобразование и которые закончили высшее образование. В любом случае они будут куда-то устраиваться на предприятии, в какие-то фирмы и так далее, частные или государственные. И вот здесь, что важно, так сказать, и работнику, может быть, когда он устраивается на предприятии, задать вопрос, да, то есть у него по каким-то причинам, возможно, его не принимают в связи с низкой квалификацией, да, ну, студент бывший, да, то есть он только пришел со школьной скамьи, его надо, так сказать, где-то набраться опыта. Обычно работодатель говорит, ну, он не тот специалист, который бы я хотел видеть. И вот здесь можно, в принципе, обратиться в службу занятости любому человеку и сказать, вот смотрите, вот мне отказали по причине, наверное, того, что у меня, так сказать, еще пока низкая квалификация, им нужен более квалифицированный работник. Мы тогда поговорим с руководителем данного предприятия, посмотрим, каким работники нужны. То есть нам нужна вот такая вот точечная, знаете, вот, как говорят... Заявка. Да, заявка, ручное управление, чтобы мы смотрели и рассказывали, потому что не все, может быть, работодатели сегодня об этом знают. Хотя я бы на месте, например, наверное, от каждого гражданина, ну, у нас граждане тоже мало кто изучает, наверное, закон, но тем не менее, услышав нас сегодня, так сказать, прочитав где-то, возможно, в газетах, посмотрев на сайте Министерства труда, на нашем сайте, так сказать, Центра занятости, все это там есть. И поэтому обращаться, проявлять инициативу... То есть пока еще никто не обратился, да, вот Людмила Владимировна сказала, что очень рады все вот такому, такой программе, такому проекту. В общем, предприятия работают по данной программе, конечно, это же все-таки такая помощь предприятиям еще в прошлом году. Откликаются. Давайте, Игорь Викторович, я сразу назову цифры, как бы подтверждение своих слов, да, что работодатели откликаются. В принципе, мы предполагаем организовать обучение около пяти тысяч работников предприятий, и в том числе граждан, ищущих работу в рамках вот этого мероприятия. На сегодняшний день у нас уже к профессиональному обучению приступило, ну, около тысячи человек, там, 980. Мы сегодня об этом говорим. И в настоящий момент идет заключение договоров. Мы ожидаем, что как раз ближе к концу августа, в сентябре, как бы будет более активный рост. И поскольку лето, немножко идет затишье такое, и если смотреть на граждан, ищущих работу, они еще тоже хотят немножко отдохнуть. А уже к концу августа у нас, ну, в общем-то, мы ждем активный такой всплеск. То есть у нас на сегодняшний день это мероприятие активно реализуется в Самаре. В том числе у нас участвуют и муниципальные предприятия в этом мероприятии, в Тольятти, в Сызране у нас активно включается в реализацию этого мероприятия. Также у нас идет по муниципальным районам, это Волжский район очень активен, Нефтегорский район проявляет активность, Новокуйбышевск у нас подключается, Красный Яр, Ставропольский район. То есть у нас это мероприятие, оно сейчас, как обычно это бывает, набирает обороты. И ближе к сентябрю, когда более активные учебные заведения выходят из отпуска. Если смотреть профессиональный такой срез, профессии, они тоже очень разные. В основном, конечно же, поскольку предприятие испытывает потребность именно в работниках по рабочим профессиям, это идут рабочие профессии. Но есть и повышение квалификации, в том числе и специалистов. Это также востребовано. Поступает вопрос от телезрителей. Оксана Евгеньевна интересуется. Муж стоит на учете в городском центре занятости, каждый раз предлагают только рабочие специальности. Что, других вакансий нет? Нет, они других вакансий есть, но обычно мы предлагаем те вакансии, которые у гражданина, который стоит на учете, подходят под его прошлый вид деятельности. То есть мы не можем предложить, например, наоборот, человек с высшим образованием, который работал в области руководителя, допустим, специальности. Да, такая проблемная все-таки категория, вот эти люди, которые не могут. Если он инженер, то есть мы ему и предлагаем как бы инженерную должность, но в то же время предлагаем ему и рассмотреть рабочие специальности. Это происходит же таким образом, что сотрудник предлагает ему несколько на выбор. вот, обычно мы учитываем пожелания, значит, безработного о том, какую бы он хотел иметь зарплату, в какой области он хотел бы работать, и в то же время мы обязаны смотреть по закону, кем он был ранее, какая у него, в общем-то, уже образовательная такая вот ниша, куда бы он мог применить свои силы. Да, действительно, 70% у нас сегодня есть вакансии это рабочие. И что же греха таить, естественно, так сказать, малооплачиваемых из них, наверное, тоже где-то больше половины, потому что постоянные вакансии из года в год, они как бы повторяются. Все вакансии с высокой зарплаты, они, конечно же, уходят в первую очередь. Но с другой стороны, если мы сегодня посмотрим, у нас АТП, это транспортное предприятие городского округа Самара, сегодня испытывают потребность в водителях. И мы еще сегодня буквально, и вчера оперативное совещание проходило при главе города, Олег Борисович Фурсович тоже задавался этот вопрос, зарплаты, в общем-то, будем считать неплохими, а 25 тысяч водители получают, но там водители категории D. И вот здесь мы говорим, что водитель с категории B может переобучиться, повысить свою квалификацию, а водители с категории B, кстати, у нас стоит где-то порядка, наверное, 200 человек, желающих вот работать именно водителем, может быть, где-то в такси, например, да, в легковом, но переобучиться на водителя автобуса есть реальная возможность. И спокойно устроится, так сказать, наше транспортное предприятие. То же самое сегодня испытывает нехватку в водителях трамвай-троллейбусного управления. То есть там тоже достаточно повысить категорию, проучиться несколько месяцев, и, пожалуйста, можно получать, так сказать, заработную плату у них, как было озвучено руководителем транспортных предприятий, от 25 до 50 тысяч, в зависимости от того, так сказать, как работает водитель, в каком графике, ну и с какими-то там дополнительными, возможно, выплатами. Вот. Ну это вот, что касаемо, так сказать, того, какие у нас есть, в принципе, вакансии. Да, действительно, их больше рабочих. Да. Следующий вопрос от Сергея. Есть ли гарантии, что после переобучения человек сможет найти работу? Или придется опять переобучаться, пока не найдешь? Вот действительно. Нет. Как правило, мы уже, скажем так, присматриваем для него уже ту вакансию, под которую мы будем учить. Приблизить. У нас и во всех нормативных документах говорится о том, что после переобучения человек должен быть устроен куда-либо, да? Поэтому мы, так сказать, собираем группы, и мы уже понимаем, куда мы его будем доустраивать. Но это зависит все от человека, потому что человек, может быть, выбрав некую, так сказать, специальность, потом, ну, просто может отказаться. И для этого нужна вот консультация и психолога, и профориентация. Да, консультация изначально, да, чтобы человек понимал, как бы, вот то, что он выбирает. Елена, какие специальности сегодня самые востребованные? Мой ребенок заканчивает школу в следующем году, не знаем, на кого учиться, чтобы потом точно уже найти работу. Знаете, вот здесь, наверное, я как бы затрону отчасти эту тему, которую стараюсь всегда, как родители, родителями поднимать, когда есть возможность. Я всегда говорю первое, что должен делать выбор ребенок. Это первое. И желательно, чтобы этот выбор он делал вместе со специалистом. И я посоветовала бы, если мама активна в данном случае, чтобы и она предложила своему ребенку, чтобы он получил профориентационную услугу в центре занятости. Для этого нужно всего лишь обратиться, прийти в центр занятости самостоятельно и объяснить, что вот в данном случае хотел бы получить услугу по профориентации. Потому что зачастую родители, невольно желая всегда хорошего своему ребенку, нечаянно как-то навязывают свое собственное мнение. И, к сожалению, действительно так, что родители из ситуации о рынке труда знают только часть эту информацию. Более полную информацию ребенок может получить от специалиста. Потом нужно же посмотреть именно у ребенка, какие у него есть личностные склонности, к чему. Может быть, это все-таки работа с людьми, может быть, это работа с техникой. Ну вот если так очень достаточно просто говорить, да. Ну, конечно же, мы говорим, и сейчас это, в принципе, видно, что у вас требованы, если ребенок однозначно оцелен на высшее образование, что это технические профессии. Это уже находит как бы свое подтверждение, да. Дети все больше выбирают эти направления обучения. Все-таки от гуманитариев, от склонности, от того, что человек гуманитарий никуда уже не денешься. Но если это так, то да. И здесь, еще раз говорю, здесь все равно нужно проговаривать отчасти со специалистом. У нас даже есть такая деятельность, скажем, наших профконсультантов, когда они весной, у нас есть такая акция «Старт в профессию», мы ее называем. И наши профконсультанты выходят в школы к детям, но не только к детям. Они еще посещают родительские собрания. И как раз и пытаясь сказать родителям, что, уважаемый родитель, давайте будем внимательнее к своим детям. То есть будем учитывать именно их склонности. Не просто, а бы как он получил высшее образование, а именно с учетом его способностей. И может быть, не совсем обязательно высшее. Может быть, это будет среднепрофессиональное, но сегодня среднепрофессиональное образование тоже требует высокого уровня подготовки по ряду направлений. И вот таким способом мы тоже пытаемся родителей привлечь, может быть, к более правильному поведению. Поэтому я очень советую, прежде всего, либо взять своего ребенка, либо просто посоветовать своему ребенку обратиться в центр занятости к профконсультанту. Понятно. Мне 56 лет, пенсионер, и очень хочу работать. Можете ли помочь трудоустроиться? Куда и к кому мне обратиться? Вот вопрос трудоустройства пенсионеров. Как вы у него есть право? Если вы проживаете в советском промышленном Кировском районе, 22-й портсъезд, значит, там наша площадка есть. Если вы проживаете в центральных районах Красноглинском на Фрунзе 115, то есть, пожалуйста, приходите. А есть вакансии все-таки для пенсионеров? А пенсионер, военный пенсионер, по-видимому, да. 56 лет, вроде все-таки еще не 60. Но, тем не менее, то есть, люди, безусловно, работают и в пенсионном возрасте. Кстати, у нас есть сегодня программа переобучения пенсионеров. То есть, мы готовы, так сказать, учиться никогда не поздно и можем направить, также, может быть, по какой-то смежной профессии, которая ему сегодня, так сказать, ему интересна, может быть, для него является неким хобби. Да, в общем, обратиться, получить информацию, даже переобучение возможно. Еще одна тема, которую очень хотелось бы затронуть, это все-таки трудоустройство инвалидов. Это самая такая вот незащищенная болезненная категория социальная. Что-то появляется нового, потому что квоты то появляются, то отменяются. Ну, квоты они есть всегда. Вот как-то то берут, то не берут. Вот какая ситуация. Сегодня правительство Амарской области уменьшило количество человек в предприятии, которые, так сказать, должны акватируются. Теперь это акватируется. Предприятия обязаны иметь квоту от 35 человек, если раньше это было от 100. То есть, шансов меньше, получается, все-таки попасть? Нет, наоборот. Больше? Больше. Если среднесписочная численность работа в предприятии, 30 человек, теперь у них должна быть квота для трудоустройства инвалида. Ну, можно сказать, что мы создаем места каждый год. В этом году у нас выделены средства для создания рабочих мест для 74 инвалидов. В прошлом году это была та же цифра, и она держится приблизительно где-то, наверное, в течение уже лет пяти, да? Да, есть у нас. Посчитайте, то есть, вот где-то за пять лет, если за последних даже взять, это где-то порядка, ну, 400 инвалидов, так сказать, мы трудоустроили только по городу Самаре. Понятно. А работодатель имеет какие-то вот льготы, преимущества, если он принимает на работу инвалидов? Значит, программа трудоустройства инвалидов для предприятия такова, что предприятие создает рабочее место для инвалидов. Это может быть, так сказать, покупка какой-то техники, компьютера, может быть, какого-то станка, может, всего того, на чем будет работать инвалид. И Центр занятости возмещает денежные средства в размере от 65 до 101 тысячи рублей на покупку этого оборудования. И более того, в этом году правительство Самарской области выделило денежные средства на то, чтобы до конца года компенсировать зарплату инвалиду, который будет работать на предприятии. Даже, может быть, без создания для него рабочего места, но если сегодня можно, так сказать, еще раз обратиться с вашего канала не только к директорам, но и, может быть, к тем гражданам, которые трудоустраивались, начиная с февраля месяца в этом году, мы компенсируем, начиная с февраля до конца года, зарплату граждан с ограниченными, даже постфактум способностям, которые трудоустроились в этом году. И уже таких у нас на сегодня порядка 119 человек компенсация прошла и еще ждут этой компенсации. То есть вот сейчас оформляются документы, там тоже заключается договор, предоставляются, значит, ведомости оплаты предприятиям нам. Мы их рассматриваем и компенсируем в конце, в начале следующего месяца, за предыдущий месяц, заработную плату. Поэтому я призываю всех, кто трудоустроил инвалидов в этом году, можно воспользоваться этой программой. Спасибо большое за то, что пришли, ответили на мои вопросы, вопросы телезрителей. Всего вам хорошего. Спасибо вам за внимание и активность. До свидания. До свидания.